Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Теперь у нас вторая тема. Помните, какая важная? Мы чуть-чуть начали в прошлый раз. Сейчас потихонечку продолжим. Но я хочу основной блок сегодня закрыть. Возможно, вы слышали то, что Шамиль – суфий, это обычно говорят крайние саляфиты. Что Шамиль – ваххабит, это говорят крайние суфисты. Ну, и Шамиль – это говорят те, кто работает на спецслужбе. Честно, так вам между срок скажу. То есть чего только не говорят. На самом деле, аль-Хамм для давно религиозно практикующих и просто мусульманин. И мы с вами разобрали джема'ату такфира валь-хиджра, разобрали именно в процессе понимания, богословского понимания современных, именно религиозных, мусульманских течений. За основу я взял вот эту книгу именно про современные течения. Мне понравился подход автора. И я взял это за основу. И в том числе я написал уже материал про джема'ат-такфир валь-хиджра на умму.ру. Читали вы. Про саляфия материал написал. Аудио-видео все уже мы сделали. Вот сейчас у нас тема о суфии. Я не суфий. Нет. Но я много богословием давно изучаю. И в том числе на турецком, не только на арабском читал, а на турецком. И это очень важная часть мусульманской культуры и мусульманского богословия. Но, к сожалению, особенно в современных реалиях, и особенно в постсоветском пространстве и вообще, относящие себя к суфизму, но какие-то настолько это искаженные формы, настолько причем уродливые формы бывают, что встречаешь. То есть, по сути дела, это никак не может быть связано с исламом, но называется суфизмом. И мы в прошлый раз с вами говорили, что там востоковедение внесло тоже свой вклад. И сами мусульмане. То есть суфистских каких-то только течений нету. И некоторые из них реально уже настолько далеко ушли от Корана и Сунны, что там, думаешь вообще чего-то от ислама осталось или нет. Поэтому мы с вами берем основу. Я не буду уходить в какие-то там такие течения, сякие течения. Не хочу. Только как в свое время, когда только интересоваться начал исламом в школе, я говорил, такую книжку взял в библиотеке «Ислам». Вот такая толстая книга. В обычные, в 80-х. Ну, читайте, 85-86 год. Толстая книга. «Ислам». Красиво написано. Вообще там такая билиберда. Я даже помню, когда ее читал, когда в электричку ехал в Подмосковье на дачу. Там, здесь такая билиберда, ну, вообще-то. Там у какого хана, у какого там, сколько жён было и про про чадру и так далее. Вообще-то какой-то страх полный. И книжка, настольная книга атеиста. Сколько течения, десятка в течении мусульманских все разбираются. Это подход атеистов. Это подход, ну, такой невежественный, гадкий в том числе. Мы берем подход здоровый с точки зрения Корана, сунны и мусульманского богословия. И вот ас-суфия. Что это? Кто это? Если говорить с точки зрения именно мусульманской. . То есть ученые, они затрудняются сказать, откуда произошло это слово. Затрудняется в том смысле, есть несколько мнений. . И также исследователи, они находятся в некоем затруднении касательно этого. И в данном случае даже я сказал бы . То есть они находятся в глубоких таких изучениях, были разных суфийских течений. И это было непросто, потому что их было очень много. Очень много. Хорошо. Ас-суфия . Если коротко он здесь дает. Суфи – это кто? Это, ну, на русском не очень будет звучать, как бы люди Бога. То есть верующие люди, которые… Их сердца чисты пред Ним. То есть они пред Всевышним очищают свои сердца. Ну, это дальше будет раскрывать сейчас. Я постараюсь проводить параллели современной действительности. Языковое значение. Есть с точки зрения происхождения этого слова, как этот термин ас-суфия вообще появился в мусульманском богословии, на этот счет есть несколько мнений. Первое – ас-суф. Произошло оно от слова ас-суф. То есть суфия от слова ас-суф – это шерстяная ткань. Здесь в том числе пишется о том, что на самом деле именно это слово, как термин ас-суфия произошло от слова арабского шерстяная ткань. Ас-суф – это наиболее распространенное мнение. И здесь, например, пишется мнение одного из докторов богословских, докторов наук. Он пишет то, что… Очевидно, что данное слово именно касается шерстяной ткани. Оттуда произошло. От этого слова имеет начало. И суфии, именно суфиями их не назвали, потому что они имели какие-то определенные знания, либо определенные практики, в которых себя обязывали, или выполнения, в которых себя обязывали. То есть, ну, хочется сказать, что происхождение слова никак не связано ни с теми или иными интеллектуальными какими-то особенными или научными особенностями. И никак не связано с какими-то там практиками в вопросах поклонения или еще что-то. Нет. Почему? Потому что одевать шерсть – это было некой такой особенностью, обыкновением для пророков, посланников божьих, для праведников. А также некий такой вот шиар, отличительный знак нищих и тех, кто ведет аль-Муттанасикин, ведет аскетический образ жизни. Вот это основное. И оно мнение достаточно четкое. То есть именно из-за этого пошло и суфии. Дальше. Тоже здесь. То есть наиболее верным, наиболее правильным со всех точек зрения является именно мнение о том, что произошел этот термин от слова шерсть, шерстяная ткань. И слово «аль-Муттасаввифа» – то же самое, суфии. Тоже от этого слова произошло. Почему? Потому что говорят «тасаввифа» – то есть сам глагол, когда человек одевает шерстяную одежду. И это самое распространенное мнение. Причем его придерживаются и крупные ученые, как сами суфии из числа суфьев, так и вообще в мусульманском богословии. Основное мнение именно таково. Но здесь еще есть три мнения, так как было сказано, что однозначного нету мнения. Еще три, коротко упомяну, они имеют свою красоту. Второе мнение – откуда произошло это слово. Откуда оно появилось именно как термин в мусульманском богословии. Второе мнение – первый ряд. То есть оттуда произошло. Назвали их суфии с точки зрения, что это первый ряд. То есть они в первом ряду пред Всевышним относительно высоты их стараний и хлопот. Тем, что они полностью стараются отдаться Всевышнему всем своим сердцем. И всеми своими тайнами внутренними стоят пред Ним, пред Всевышним. Ну, здесь такой вот, это просто один из таких терминов. И причем эта цитата, здесь он приводит. Так в свое время сказал Абу-Хаммед аль-Газали, ну, известный имам аль-Газали еще там сколько, 800 или сколько лет назад. В своей книге . То есть он там сказал не про шестяную ткань, а про . То есть первый ряд. То есть они как бы в таком, с точки зрения духовной, высоты своих помыслов, забот и хлопот, с учетом устремленности их сердец и таинств, они находятся в первом ряду пред Всевышним. Это имам Абу-Хаммед аль-Газали, известный. Ну, и его известный труд, это самый известный его труд. . Третье мнение, откуда произошло. Но все эти мнения, они потихонечку раскрывают сам смысл. Аль-Мурад . Это тоже одно из определений . Третье, что ас-суфия, само слово, суфизм, тасауф, произошло, одно от слова ас-суфа, чистота и обязательность, верность. Ну, имеете в виду пред Всевышним. Что подразумевается? Чистота, сердец, суфиев . Очищение их, ну, как бы их садр, это как грудь, внутренняя составляющая. . Они практики в том, чтобы быть довольными тем, через что их проводит Всевышний. . И также они вместе со Всевышним в той чистоте, к которой не подмешивается то, что может их отвлечь от вопросов набожности и богобоязненности. . И вот именно тем, что им открыл Всевышний, они становятся в итоге чисты от мутности . От мутности невежества или от грязи невежества. Это второй термин, тоже здесь ссылочка дается. И последний, четвертый, он тоже, там здесь всегда упоминается, четвертый – ас-суфа. Происхождение слова тасауф, суфизм. Четвертое мнение языковое, точнее, не языковое, как термин. Откуда появился? Появился от слова ас-суфа. Что это? . Отношением к людям суфа. Кто это такие? . То есть суфа. Оттуда якобы произошла суфия. Что это? Были, то есть во времена пророка Мухаммада, были люди, да. Они считались очень серьезными аскетами, да. Это были люди из числа переселенцев из Мекки в Медину, но они в Медине не смогли обустроиться. То есть обжиться сразу они не смогли. То есть они в Мекке все оставили и переселились. Во времена пророка Мухаммада совершили хиджр, они переселились в Медину. Но кто-то смог обустроиться, а кого-то сразу не сложилось обустроиться. У них нету ни достатка, ни семьи, ничего. И вот здесь как раз говорится, их примерно было 70. Иногда меньше, иногда больше. Они так и называются . Это именно во времена пророка была такая отдельная категория людей. Их было плюс-минус 70. Иногда больше, иногда меньше. У них не было ни жилья, ни достатка, ни детей. То есть они вообще ничего не имели. То есть они там все оставили, перебрались в Медину за пророком. Ну вот у них месяцы, у кого-то годы и больше обустройства не получалось. В итоге они находились… Навес у мечети был. Навес. Именно в Мединской мечети пророка, там было место, где можно было спрятаться от солнца. Навес. И вот там они жили. Их было плюс-минус, иногда больше, иногда меньше 70 человек. То есть некое такое временное нахождение. Но вопрос в том, что они сами не превратились ни в попрошаек, нет. Ни в каких-то иждивенцев, нет. Они как бы вот всяческие практика духовная. И молитва, и пост, аяты, хадисы, вот этот весь процесс. Они были в нем, но с точки зрения земной обустроенности, у них это все получалось постепенно, постепенно, постепенно. И поэтому в какой-то степени они обросли таким неким… Они их говорят… То есть они прошли через очень сложный период лишений. И при этом никак веры не потеряли, а наоборот, этот аскетизм их еще больше в вере укрепил. И они прямо так и вошли, как термин аглюссуфа. То есть реально очень набожные верующие люди были. То есть они никак не ушли ни в попрошайничество, ни в паразитизм, ни в бандитизм, они никуда не ушли. Они четко приняли сложный период в своей жизни и в большей степени посвятили себя духовности. А потом уже дальше, дальше жизнь каждого из них обустраивалась, конечно же, потом этого уже не стало. И вот суфа, вот этот навес, их так и называют аглюссуфа. И они были только в тот период тогда. Это определенная категория людей. И одно из мнений, четвертое мнение языковое, что оттуда асофия. Как бы, ну, похоже. Хорошо. Это мы разобрали языковую составляющую.